А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих и величайших спонсоров. А именно Константин Касаткин, Ищпадат Гейфл 500, Жду обзор на Хату, Мелф, Павел Косенко, Ретейл, Сиса, Острых Болл, Сдагба, Мистагар и Старкиллер. Величайшие спонсоры это у нас Николай Скобликов, Атилагун, Кэмп Тристрерус и Райнер Саркоза фон Рихтер. А великие спонсоры у нас на ютубе это Дойч Ландрейх, который недавно оформил спонсорку, спасибо большое, и Людына Сземлянен. Если вы хотите попасть в эти списки, а также получить другие классные бонусы, например доступ к фейлам записей, то можете оформить спонсорку по ссылке в описании на бусте, спасибо. Всем привет, я Эмбра, наша кампания продолжается за западное советское правительство. Я надеюсь то, что где-то мы там уже здесь станем полноценным советским правительством, вот, Объединенный Советский Союз. И уберется вот этот нацдух Союз в руинах, который дает нам лютый дебафин, забирает фабрики, забирает скорость строительства, производство, полит, короче, все забирает, что нам надо. Вот, поэтому этой фигни более не будет у нас. По поводу вот этого ивента, все-таки вы высказались в большинстве в комментариях за включение Финляндии в наш состав. Были те, кто за марионетку, но все же большинство за финскую советскую социалистическую республику. И политка у нас, конечно, в ноль ушла, но она растет у нас не быстро, но ее обычно там мы никуда особо не тратим, поэтому она копится. Так что скоро выйдем в плюсы, накопим. А теперь консолидация Власова. В залах власти назревает конфликт между премьером Андреем Андреевичем и его фактическим заместителем маршалом Василием Ивановичем Раковым. В то время как Андрей Андреевич настаивает на необходимости перемен и улучшения общества, Василий Иванович, к сожалению, основывает свои аргументы на науке и разуме жесткого идеализма. Давайте положим конец этому вызову правления Андрея Андреевича и позаботимся о том, чтобы у товарища Василия Ивановича было много времени подумать о своих поступках. А здесь Раков казнен. Ой, блин. Заговор Раков с целью свержения Власова раскрыт. Впоследствии Василий Раков был арестован и казнен за государственную измену. Так, у нас получается патернальная автократия получит популярность 50%, а у нас тут как раз таки это идеология Власова. Кто там думает, что у нас все еще коммунизм? Вы ошибаетесь, ребят. У нас тут патернальная автократия. Была там примесь социализма такого, но сейчас мы уже полностью вышли в эту автократию, и власть все сильнее и сильнее в руках Андрея Андреевича устанавливается. Так, значит, берем вот это вот по фокусам. А, все, у нас вот новые появились. Думал, то, что сейчас выйдем сюда вот, и у нас эти фокусы станут недоступными, может там ветка просто обновится, но нет. Вот это мы чуть позже возьмем. Сталин там, ну, откроется дело по расследованию смерти Сталина, но то можно попозже сделать, сейчас-то зачем. Это потом как-нибудь. Сейчас есть дела поважнее. Видение Власова открылось и восстановление союза. Но сейчас нам нужно выйти вот сюда вот. День амбиций. Флаги развиваются на ветру, и теперь все ясно. Мы тех, кто спасет родину от смутного времени. Пришло время нам заявить о себе и двинуться на восток, чтобы спасти Сибирь от правления сталинистов, анархистов, американских марионеток и военных деспотов. Наша родина будет жить и сражаться дальше под нашим великодушным правлением. Разблокирует решение для освободительных войн. То есть сейчас мы тут сможем нападать еще на наших соседей. Вероятно, это вот имеется в виду, когда че республика Украина, Прибалтика вполне возможно. Британия. Ага. Ну, короче, посмотрим, что нам там сейчас предложат. А строить будем мы сейчас продолжать. Вообще, наверное, сейчас, ну, пока что еще побольше военных заводов давайте сделаем. А потом я уже буду переключаться на строительство НПЗшек, потому что там нам потребуется резина дальше и топливо. А топливо у нас сейчас сколько там этой нефти? 76. Добываем 152. Ну, в принципе, нормально нефти. При том, что Азербайджана у нас нет. У нас нефть тут. Тут как бы Сибирь. Да, тут тоже хорошо. Но все же взять Азербайджан было бы неплохо. Но до него еще нужно добраться. По поводу наших войск. Тут же их улучшить хотел. Давайте-ка сейчас ставим мы сюда вот моторизированную ПВО установку. Раз, два. И, наверное, три. Есть смысл? Да, вполне есть. Но сейчас, когда появится у нас опыт армии, давай подрасти. Есть. Все. И моторизированная установка ПВО еще одна. Вот. Сейчас, конечно, здесь, ну, показатели такие себе. Мы их прокачаем, эти ПВОшки, и будет еще лучше. А так у нас уже воздушная атака 101. Тут прям вообще нормально. Сюда хочу запихнуть я САУ. Вот это вот. Но его тоже нужно будет производить. А пока я его просто прокачиваю. О, китайцы сделали свой альянс. Вот такой вот. Ну, сюда входит сам Китай. И Тибет. Как ни странно. В море нет, кажется, Китай. Посмотрим, что там дальше будешь делать. Ну, не думаю, что что-то такое прям Акшоновое, потому что это все-таки либерализм здесь. Хотя китайцы. Посмотрим. Ладно. Так, дальше. Заблудшие сыновья. Когда родина развалилась после поражения в Великой Отечественной войне, многие, кто был сыт по горло Лаврентием Павловичем, создали свое собственное правительство, которое быстро распалось на свои собственные государства-приемники. Эти люди являются предателями нашего союза, и во многих случаях ревизионистами. Но нельзя отрицать, что в то время у них были законные сомнения по поводу режима. Что же нам делать с ними? Суд над раскольниками у нас будет. Так, а по этим вот. Русское воссоединение. Ха, политка нужна. 65-65. Блин, сидеть копить надо тогда и получается. Здесь у нас Украина, Казачья Лига. 5. А, подожди, что? Восстановить порядок и уничтожить. Какая разница? Объявляем войну. Объявляем войну. Все то же самое. Ну, это как-то уничтожить. Круто звучит, но нам же нужно все-таки порядок восстанавливать. Вот так. Ну и потом нужно быть там еще политка, чтобы все это дело реинтегрировать. Кавказ вообще 150 стоит, фига себе. Войска наши вот эти вот давайте будем подводить вот сюда. Вот, наверное, в первую очередь присоединим к себе Дон Казачью Лигу. Все-таки территория это очень важная для нас будет. Ох ты, у тебя таких ресурсов нету. При том, что у тебя стоит всех под ружье. Офигеть. Че это такое-то? Аграрная экономика. Торитарная система. Людей нет, при этом всех под ружье послал. Может, у тебя здесь... А, я понял, в чем прикол. У тебя тут сопротивление 60%. Здесь у тебя родные территории. А у тебя даже столица Волгоград и то под сопротивлением. Че за фигня, чувак? Ты че не можешь их занационализировать? А, у тебя фокусы стандартные. Блин, жалко, страна эта не проработана. И он не может справиться с тем, что у него тут партизаны работают. Хоть бы там как-то это заскриптовали. Или может там есть в решениях, он просто не прожимает. Аж политки нет. Возможно, есть. Думаю, что такую мелочь, разрывочки добавили. Это ж явно очевидно, что будет проблема, если эта страна победит. В этой войне гражданская здесь на Кавказе. Так, насчет ПВО. Сейчас его прокачивать пока не можем. Авиация. Это меня не интересует. А вот это... Тут я уже вышел и сушки взял, и миги. Все, что надо. Вертолеты не надо прокачивать. Ну, давайте, может быть, чем мы сделаем. Здесь превышение тоже. Слушай, мы так быстро убегаем, что даже не знаю, чем здесь брать нужно. А, ну давайте будем танки улучшать, которые скоро начну я делать. А у нас машины... А, блин! Это моторизированная, машины не хватает. Давайте поставим больше туда вот. Но здесь уже нужна резина, так что... Давайте я влюблю НПЗшки в Москве, три штучки. Пускай пока так. А эту часть я закуплю. Суд над Раскольниками. В Новосибирске, старой столице самопровзглашенного Второго Союза, начались судебные процессы над руководством коммунистов, отколовшихся от старого советского режима. Так называемый Союз, который позже раскололся на три части, был большой занозой в нашей стороне. Когда они стремились вернуть Россию, но оказалось, что они не могут сравниться с мощью нашей Красной Армии. Конечно, мы стремились приговорить все политическое руководство Второго Союза к смертной казни, или, по крайней мере, к пожизненному заключению, но есть вопрос о военных. Некоторые генералы показали себя многообещающими в бою, но существует риск действия этих генералов против нашего правительства. Что ж делать? С возвращением товарища у нас Леонид Брежнев станет генералом. Стабильность минус 10%. Брежневу так же круто, прикольно, забавно. Но. Стабы терять, я не хочу вообще. Смерть предателям. Политку, как раз получим политку, чтобы уже налететь. Мы там скоро налетим, но и заодно, чтобы интегрировать Кавказ. И стабильность. Так что, блин, как бы не хотелось нам всем дружно Брежнева заиметь, но лучше все-таки смерть предателям. Так, а здесь что, истощаемся? Ёмая. А, у нас же машинок не хватает. Давайте я приоритет моторизации везде поставлю. Вот. И машинок нужно 3000. Тогда сейчас в военных заводах мы влепим прием вот так. Тут производство хорошее, хватит для ПВ-шек. Для арты тоже хватает. Ну и в принципе, хотя нужно побольше, конечно. Вот так где-то поставим. Вот. А новый президент Китая. А новая система. Ага. Допустим. Так, резины еще закуплю побольше. Там пока эти НПЗ-шки построятся, 100 лет пройдет. Но их нам нужно побольше. В дни, последовавшие за нашим поражением в Великой Отечественной войне, Дальний Восток стал местом напряженного противостояния, которое позже разрядилось, когда американцы вторглись в зарождающееся Дальневосточное правительство и создали свое собственное маринеточное государство Керенских и других реакционных и мелкобуржуазных влияний. Теперь мы победили, но их влияние остается. Что же делать с этими людьми? Реабилитация или перевоспитание? Посмотрим по бонусам. А войск у тебя? Мало. Тут столько, конечно, не надо, но давайте лучше будем по очереди здесь разбираться. Сначала сюда, потом на Украину пойдем. Хотя 88, а у нас 60. Лучше, конечно, еще войска сделать. Поэтому пока мы будем их делать, можно размотать Прибалтику. Во, давайте так и сделаем. А сейчас мы нападаем на Казачью Лигу. Поехали. С падением Американской маринеточной республики в России в наших руках оказалось множество политических и военных лидеров побежденного реакционного государства. Большую часть руководства мы решили казнить или приговорить к пожизненному заключению. Но особенно выделились двое. Семен Захаров и Иван Юмачев. Оба бывшие адмиралы Советского Союза. Позже они перешли на сторону реакционных сил, чтобы спасти свои жизни и карьеру. Коварно, но вполне объяснимо. Должны ли мы впустить их обратно или убить предателей на месте? С возвращением товарищей. Это командующий флот. И стабу отдавать вроде флота, которого у нас в принципе и нет. Ну, будущее может быть, но там... Ну, нафига. Стаба нам нужна сейчас, кстати, 78%. Смерть предателям. Политка и еще стабильность. О, как, а, 88%. Так, теперь нам нужно заниматься поддержкой войны. Блин. Теперь поддержки войны не хватает. А нам же сейчас нужно будет все больше и больше воевать. По вот этим вот территориям здесь, конечно, есть сопротивление, но мы сейчас сделаем вот так. Реинтегрировать Кавказ. Все, здесь везде у нас наконец-то перестанут работать партизаны. Начнется здесь порядок полноценный. Так, мы там много тратим, конечно. Снаряги все сюда. Да нет, в принципе. Не сильно много. По машинкам ситуация. 3500 уже накопилось. Что мы тогда сейчас делаем? Я вполне готов уже производить БМПшки вот эти. Вот давайте. Поставим их. И будем потихонечку производить... Так, БМП-1 и ФВ вот это вот. Потихонечку производить механизированные наши войска. Так, и меня еще интересует САУ. Вот это вот. Давай-ка иди сюда. Так, там я старое поставил. Сейчас новое вылепил. 60-х годов. Все. А СУ-85. Это уже другое дело. Так, вам, конечно, нужно побольше военных заводов поставить. Прям совсем побольше. А на арте... О, у нас тоже хватает. Поэтому сейчас сделаем вот так. Блин. Теперь вольфрам заканчивается. А где ж у нас вольф... Ох ты, здесь вольфрама много в Энгельсе. Плюс 41. Да. Все, сейчас вон нам будет хватать. А еще сейчас где у нас еще он есть? Тут, наверное, да. Тут еще есть. Давайте. Ну, тут, конечно, плюс 6. Чуть-чуть, но зато много других тоже важных ресурсов. О, здесь. Ну, здесь плюс 4, конечно. Вот так пускай будет. Тут хром стали. Вот так вот давайте. Наши дни хаоса и разделения прошли. Знамя Союза Советских Социалистических Республик теперь развивается от линий АА до самых северо-восточных островов Чукотки. Советский Союз сегодня изменился иначе, чем в довоенные времена, частично по необходимости, а частично из-за идеологических различий. Но дело в том, что мы вернулись и готовы не только предпринять дальнейшие шаги по восстановлению нашей Родины, но и сразиться с фашистами в последней борьбе за освобождение. Союз в руинах у нас наконец-то уйдет, но, ой, добавится идея экономических упадок. Надолго? Тут же дебафы те же самые. Подожди, а я увидел то, что здесь убираются в этом такие мембры. Ну ты же видишь, нет, не вижу. Теперь вижу. А оно останется. А на задок другой. А проблема та же самая. Так, мы переминуемся наконец-то и будем пытаться как-то дальше уже избавляться от экономического упадка. Прекрасно. Я думал то, что сейчас у нас появятся фабрики, производство нормально. Мы ускоримся. Мне тут столько еще нужно инфраструктуры построить, сейчас бы фабрики к нам добавились. Тут такая фигня. Так, ну по ресурсам у нас экспортная экономика стоит. Можно, конечно, ограниченно поставить. У нас понизятся эти бонусы. Но мы продаем просто много всего. Смотрите, получаем мы 19 фабрик. Плюс 6. От всей вот этой вот торговли. Так что экспорт нам реально нужен. Скоро еще резину начну продавать, когда мы НПЗшки в больших количествах построим. А так в Альфрам, конечно, стали. Хром не покупает алюминий тоже. Резину по-любому будут брать то, что надо. Все, наконец-то Советский Союз у нас здесь появился и поддержка нашего автократа 95%. Далее по фокусу. Ну, восстановление Союза, что, пока нельзя? Ну, я так понимаю, делать бы это не последнюю очередь. Слишком уж имбово Советскому Союзу взять и избавиться так быстро от этих вот дебафов, я так понимаю. И чтобы это все у нас ускорилось. Тут уже весь мир можно будет нагнуть, а? Ну, там 15% фабрики, это же, ух, как все это ускорится-то. Ну, ладно, давайте, может быть, здесь что-то получим, бонусы хотя бы вот такие вот. Новый путь к коммунизму. То, что было испробовано, потерпело неудачу, в этом мы можем согласиться. Многие айти-коммунисты использовали это, чтобы сказать, что коммунизм это несостоятельная система, и в некотором смысле мы можем понять их точку зрения. Но, как говорится, если поначалу у нас ничего не получится, то пробуйте, пробуйте еще раз. Мы должны стремиться перейти от капитализма к коммунизму наиболее эффективным из возможных путей, даже если это означает отклонение от пути, предложенного нашими предками. Так, здесь прожал я нападение на Эстонию. Сейчас будем налетать еще и на Грузию одновременно. Тут такое дело можно по два сразу грызть. Давайте. Все, на Эстонию налетели? Поехали атаковать. Ух, как хорошо. И налетели еще мы на Грузию. Пошли. Так, дальше нас должны интересовать Латвия и Азербайджан. Новый путь Власова. Убрав этого надоедливого рака вот за дороги, Власов теперь может наконец приступить к работе по построению своего видения, так называемого прагматичного социализма. Полагая, что переход от капитализма к коммунизму сначала потребует масштабной приватизации, принципы Власова изначально высмеивались как социал-демократии его оппонентам, которые сейчас либо мертвы, либо находятся в гулагах. В любом случае, сейчас самое подходящее время, чтобы принести советскому народу идеальное сочетание социализма с собственными чертами Власова. Ну что ж, тогда пора начинать. С Эстонии уже все, а теперь Грузия. Готово. Так, мы тоже сейчас забираем себе. И переключаемся на Азербайджан. Так, далее по фокусам, там у нас какая ситуация. Ограниченная приватизация. В то время как приватизация противоречит сути коммунизма, нам иногда необходимо придать наши принципы в краткосрочной перспективе, чтобы мы могли получить большую выгоду в долгосрочной перспективе. Точно так же, как Ленин сделал со своим новым экономическим планом, мы проведем некоторую ограниченную приватизацию вещей, которые не приносят большой пользы людям и не имеют никакого значения для государства. Поступая таким образом, мы устраним ненужную бюрократию и высвобождаем немного наличных денег, которые более необходимы для других дел. Получим вне карты, мы один военный завод. Вне карты значит то, что его никак уничтожить никому никогда и не получится. Даже если мы пойдем, в завод у нас останется. Вот так. Приватизация что творит, а? Заводы невидимые. Так, здесь я бы впихнул бы, конечно, побольше заводов вот сюда. Вот так. Пока что ориентируемся больше на САУ, потому что мы сейчас сразу войска его впихнем. А и ФВшки мы чуть позже начнем производить. Так, это готово. И упраздним давайте колхозы. Еще стабильность получим. Весь этот бардак с государственными и колхозными хозяйствами это просто стыд. Чрезмерная бюрократизация, недостаточное производство. Все это приводит к тому, что огромные деньги тратятся на то, что, как оказывается, приносят очень мало пользы. Деньги, которые лучше всего можно было бы использовать для более важных дел. Давайте упраздним колхозы и передадим их частным предпринимателям, которые могли бы справиться со своими делами более искусно, чем мы. Еще-то мы прям как-то серьезно отходим от наших принципов. Не думал, что это будет прям настолько серьезно. Вольфрам сейчас немножко закупил. Давайте НПЗшки тоже еще достроим. А тут не хватает у нас. Резины для машинок. 6500 есть. Но пускай там с запасом побольше еще сделаются. Потому что я же буду сейчас еще войска новые делать. А давайте сразу еще двенадцатку поставим. Украина делает еще войска. 89. Ну так, чуть-чуть. Территории, освобожденные от фашистского врага, не являются центрами промышленного производства, какими они были до 1941 года. Они пострадали от более чем десятилетия разрушения, геноцида и колонизации со стороны фашистов. Если мы хотим еще раз внести значительный вклад в развитие мира, мы должны позаботиться о том, чтобы эти территории были перестроены в соответствии с современным уровнем производства. Получаем еще три фабрики в Владивостоке, Москве и Ростове-на-Дону. Великолепно. Так, значит, дальше. Нас интересуют Азербайджан и Латвия. Все, давайте здесь атакуем, а тут... В Латвии тоже. Что, две дивизии, что ли? Серьезно? А, нет, там есть. Где-то запрятаны. Ну, вот, они, кажется, здесь были запрятаны. Вы что-то их скомкали и сюда поставили. Молодцы какие. Все, здесь тоже готово. А, я с Азербайджаном готов. Получаем сейчас мы очень много нефти, кстати. Ну, там у нас ее и не закупают же, правильно? Но, зато у нас хотя бы теперь точно не будет проблем с топливом, потому что нефти здесь реально много. Осталось разобраться... А, подожди, сопротивления здесь тоже нет. У Кавказа, который мы здесь реинтегрировали, он заранее реинтегрировался еще на те территории, которые мы даже не присоединили к себе. Ну, так интересно получается. Нефть не закупают, да. Но добываем уже почти полтысячи. А это значит то, что у нас прям реально теперь много топлива. Но НПЗшки я буду строить, продолжать ради просто резины. Потому что закупать ее, ну, дороговато, проще синтезировать на этих НПЗшках. Но пока просто закупаем. Ого, здесь заводов, да? Ого, да. Просто я сразу видел, как у нас тут прибавилось все вот это вот. Фабрики также. Топливное хранилище их вообще не строят. Так вот, пускай будет. Фабрики, ну, как-то 13. Что-то я не очень-то и заметил. А, ну вот, сейчас. Плюс еще три фабрики, уже нормально. Так, аварифрем. Сейчас, конечно, его закупаю, пять фабрик трачу. Так что давайте быстрее инфраструктуру улучшаем, и я эти фабрики верну. Так. Возрождение сибирского плана. Еще одна ячейка для исследований? Ты серьезно? Я не знаю, что мне исследовать. Капец, тут еще дают одну. С самого зарождения русской нации люди мечтали покорить сибирские пустоши. В первые дни правления Сталина эта мечта проявилась самым логичным образом. Масштабное расширение промышленности в попытке сократить разрыв производства между собой с западными районами нашей страны. В то время как Запад больше не является огромной фабрикой времен Сталина. Мечта о завоевании Сибири не должна умереть. Мы возродим план Сталина и принесем промышленную революцию в сибирские пустоши. И целую ячейку получим. Налетаем мы сейчас на Литву. Поехали. И также на Армению. И политка у нас уже кстати закончилась. Да. 65 я уже накопил, поэтому можем налететь на Украину. И Черноморская немецкая лига стоит столько же политки, как и вся Украина. А представляет из себя вот эту вот фигню. Как здесь население? 6500. А тут 4000. 2000. Кайзердорф. Ничего себе. Собирай, Хенберг. Поперемновывали, как все звучит, Ашух. А это березнание. Так. Литва уже готова. У нас тут лям винтовок вдруг накопилось. Я так понимаю, мы их понатырили? Или там производство такое бешено? 45 в день. Возможно понатырили, потому что столько произвести мы явно не смогли. Мне уже, ну, их наверное производить не нужно будет никогда или пока мы там новые не изучим. Лям. Офигеть. Давайте сюда поставим. В принципе у меня их и так там было дофига, но чтобы лям, это нам хватит на несколько прохождений вперед. И фвшек я уже сделал полторы тысячи почти. Опыт армии есть. В принципе можно уже делать новый вид войск. Давайте. Вот. Пока только вот такие вот. Ширина фронта 10. Напихал сюда САУ, ремонтку, ротобеспечение, потому что, ну, тут механизированная дивизия будет потреблять больше снабжения, чем обычная пехота. Хоть будем воевать мы теперь в Европе, но все равно лучше, конечно, обезопасить себя таким вот образом. Да и расход перепасов. Вот это вот важный тот момент. Расход перепасов уменьшается. Это означает то, что у нас не так сильно будет нагружаться производство, потому что меньше будет всего тратиться. Саперка, ну и моторизированная разведрота. Давайте сейчас начнем делать 12 таких вот дивизий. И я буду сюда вот их пихать. То есть часть пойдет сюда, то это конец можно еще убрать теперь. 12 сюда, 12 сюда и все. И у нас будет половина получается пехоты, половина механизации. Потом у нас будет 6 пехоты. Я, пожалуй, сделаю еще 6 дивизий в каждой армии. Танковых уже тогда. И в принципе нормально будет. А основной костяк это будет у нас конкретно механизация. Постепенно будем отказываться от пехоты. Все-таки у нас армия должна быть современной. А в пехоте воевать в такой силе. Но пока, да, пока только пехот. И фвшик вроде там не так уж и много поставил, но уже тут сразу полторы тысячи улетел на равном месте. А САУ 700. Ну давайте сейчас я в пехоту запихну его. Как у нас там показатели. Плюс сотка сразу, противопехотная атака. Противотанковая немножечко, защита на 8. Прорыв на 2. Ну как бы при этом броня плюс 48 сразу. Но пробивать будут. Но все равно сейчас пользу она будет нам оказывать. Даже если пробивают, броня в этих версиях, она имеет смысл. Потому что срезает урон. Не полностью, конечно, как если бы не пробивали, но срезает все же. А это важно. Пехоты, это наши основные и единственные в принципе войска. И срезать урон по ним, это важное дело. Так, вольфрама сейчас капитально все равно не хватает. А, ну мы еще строим инфраструктуру. Пока я его закуплю просто. Нефть. Возможно, можно было бы назвать источником жизненной силы северодержавы. Германия, Соединенные Штаты и Великобритания все стремились утолить неудержимую жажду черного эликсера жизни. Если мы хотим открыть дверь в будущее, то черное золото наш ключ. Давайте поищем более дорогие нефтебазы в Сибири. Мы начнем поиски нефти. Нас хватает нефти. У нас реально очень много нефти. Здесь, на Ближнем Востоке, ее даже в таких количествах не добывают. О, британцы немножечко. Она еще пока здесь не открылась. Толком-то. Вот, 130. Это, ну не знаю, где еще так много. Здесь, в Америке, 106. А, ну да. 845, в этом только Техас. Тут 130. Калифорния 518. Да, в Америке очень много топлива. Ну, потом мы, походу, на втором месте. Экономика птичьей клетки. Это мы взять не можем, да? Ну, в принципе, в принципе, нам и вот это пойдет. Принятие иностранной корпорации. Хотя мы выступаем против иностранных корпораций в нашей стране, а также против капитализма и империализма, которые они приносят с собой, у нас, к сожалению, нет выбора. Состояние нашей Родины слишком тяжелое, чтобы мы могли отказаться от помощи. Они могут остаться, пока они приносят пользу нашему народу и помогают нам встать на ноги. Получаем фабрику вне карты. Популярность нашей партии вырастет. И также рассвет советской культуры. Темп исследования еще плюс 10%. Офигеть. Я уже корабли здесь исследую. Ну, кстати, это надо. На всякий случай лучше сделать, а то вдруг там реально махаться приезду с Америкой. Надо хоть немножко произвести корабли здесь. Черном море и прибалуть, конечно же. Ну, пока просто поисследуем. Явно мы не скоро будем на море воевать. А далее у нас развитый социализм. Разблокирует древо реконструкции. А, вот это древо, да? Да. Но нам будет важнее взять, наверное, его в первую очередь. Прогнать тут все вот эти вот фокусы, потому что, ну, бонусы. То, что бонусы, а это хотя бы перекроет дебафы. Ну, и бонусы тоже приятные, да. Ого, скорость 30 фабрик плюс 30%. Ну, а это на 180 дней. Так что временно будем строить фабрики, значит. Ладно, пока что давайте сделаем перерыв. В следующей серии выйдем сюда вот. И налетим уже на Украину. На Черноморскую немецкую лигу. И будем думать, что делать с этим Готландом. Потому что, ну, тоже фигня какая-то здесь сидит. Гадость такая. Ну, что ж. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте смысл, чтобы получать классные бонусы. Также играйте в депутатные партии. Просто общайтесь на нашей серии. Я в дескорде ссылки в описании. Ну, что ж. С вами был Эмбра. Спасибо большое за просмотр. До встречи.